Эти выходные, несмотря на цвет неба, лучше всего провести на открытом воздухе. Красноярцев ждут сразу два масштабных уличных фестиваля, где в городе можно будет отведать русской кухни, помериться длиной бороды или косы и посмотреть представление мототеатра, а также почему кинопрокатчики решили посвятить эту неделю европейскому кино. Расскажет Денис Денисов в рубрике «Афиша». Сейчас вторая половина лета, а значит в кинобизнесе своего рода межсезонье, и большие голливудские блокбастеры стали заглядывать в кинотеатры чуть реже. Так и эта прокатная неделя предоставила много места для красивого европейского кино, в основном французского. Можно сходить на историко-приключенческий триллер «Видок охотник на призраков», на пикантную сказку для взрослых «Белоснежка», ну или на феминистическое переосмысление Шекспира «Офелия». Но наибольшие надежды кинокритики возлагают на семейный и очень добрый фильм «Приключения Рэми». Подходите ближе, дети, потому что представление, которое мы сейчас покажем, это самое удивительное представление во Франции. Я забрал тебя у Барберена для того, чтобы ты пел. Перед людьми? Вот именно. Это стадион «Сибирь», что на рейдовой 43А сейчас здесь довольно пустынно, но вот уже завтра пройдет одно из самых брутальных событий этого лета – фестиваль «Путь Сибири-2019». Организаторы обещают много рок-музыки, соревнования по силовым видам спорта, мотокроссу и нечто под названием «Огненный мототеатр». В общем, скучно здесь точно не будет. Приходите, вы свободны. Когда-то сложилось, что в Красноярске регулярно проводятся праздники всевозможных национальных культур. А вот дня русской культуры до сих пор почему-то не случалось. Ситуация справится в это воскресенье. Здесь, в парке Покровский, что на караульной горе, раскинутся три тематические поляны. Церковно-православная, обрядово-фольклорная и высоко-светская. Везде будут всевозможные мастер-классы, фотозоны, ну и, конечно же, фудкорт с самыми аутентичными угощениями. Длинная коса, самая густа, длинная борода, самый красивый сарафан – это все главная сцена, главная площадка, которая как раз у меня за спиной. Также мы будем вместе всей поляной петь любимые русские народные песни и заплетать косички. Расскажем, как же все-таки на Руси, с какого возраста начинали растить косу. И каждый ребенок уйдет с заплетенной косичкой соломы, ленточки, в общем, все уйдут красивые наряженные. Следите за афишей, и вы всегда будете знать, как провести выходные. Денис Денисов, Станислав Смирнов, 7 канал. Руси, Станислав Смирнов, 7 канал.